ЛИТЕРАТУРНАЯ ДУЭЛЬ ЛИТЕРАТУРНАЯ ДУЭЛЬ И первый вопрос у меня такой. А чувствуете ли вы противостояние литературы и религии? И если да, то как? Что касается меня, я этого противостояния точно совершенно не чувствую. Более того, мне кажется, что литература, особенно художественная, это по сути комментарий к священному писанию главной книги христиан. Любая литература? Или вот только та, которая у вас издается? У нас издаются самые разные литературы, не только религиозные. Я потом попозже скажу об этом. Но на самом деле, посудите сами, ведь даже Библия, она же содержит множество жанров. Это и проза, и поэзия. Это и наставления, это проповеди, это стихи, это история, саги. Ну, это литература в самых разных её проявлениях. Но при этом литература художественная, мне кажется, что она даёт нам возможность заглянуть в душу человеческую, понять, как действуют нравственные законы. Она, по сути дела, готовит нас к чтению священного писания, в котором мы найдём отражение всех сторон человеческой жизни. И, может быть, это звучит как-то слишком громко, но я действительно считаю, что это так. Что священное писание – это диалог с Богом, а современная, ну, вообще, литература прошедших веков – это возможность лучше его понять. Фёдор, как вы ощущаете это противостояние? Ну, это противостояние было в первой половине XX века, да, когда литература приняла под козырёк заказ партии о том, чтобы там надо, чтобы отец Фёдор бегал за стульями, да, например, у Ильфа и Петрова или что-нибудь ещё. Но ничего по-настоящему яркого, умного и красивого, мне кажется, из этого, в общем-то, не получилось. И удивительно, по-моему, Толстой, которого мы упомянули, в итоге создал некую свою религию или своё религиозное движение. Да, безусловно, да, хотя он был в остром конфликте с Русской Православной Церковью, но мне это напоминает ленинскую комнату в армии, в которую я когда зашёл, мне было 18 лет. Это такая пародия на храм, понимаете, вот без храма нельзя. А расскажите, что такое ленинская комната, может быть, кто-то из наших зрителей не знает. Ленинская комната — это место, где проводили политзанятия, там кого-то пропесочивали, вот, ругали или что-то ещё. Но в основном в центре это огромный лик, в кавычках, спасителя Ленина, это жития святых, их иконы — это члены Политбюро, это жития святых, это история революционеров. Марксизм. Да, 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 это, так сказать, священное писание, это цитаты из Ленина и Маркса. В общем, такая вот очень грустная пародия. Поэтому, конечно, если у человека из его глубины вынимают то, что там лежит как сокровище, то надо что-то другое положить, иначе не получается. Поэтому, допустим, после революции вместо Кристин звездины. Да, не слышал, звездины. Звездины — это когда имя присваивали, значит, огненное отпевание, то есть морг сжигания тела вместо нормального отпевания и так далее. То есть огонь тебя отпевает. Да, да, то есть такое противоставление. Но вот ничего из этого не получилось толком. Я вот какой-то антирелигиозной литературы, которая осталась в истории русской литературы, произведений памятников, что может быть? То есть только трагические вещи людей, потерявших веру, как, например, Шаламов. И он пишет о том, как он ее потерял. А все равно литература приводила людей к Богу. И в этом смысле, мне кажется, что русская классическая литература — это великий союзник церкви. Потому что, как вы знаете, у нас получается, что в среде интеллигентов главный миссионер русской православной церкви до сих пор Федор Михайлович Достоевский. Да, это правда. А Булгаков тогда тоже в этом ряду? Тоже, да. Тоже в этом ряду. Хотя его роман очень сложно воспринимается церковью, потому что, конечно, там очень сильно изуродован образ Христа. Но я знаю людей, которые пришли к вере в советское время, читая этот роман, потому что вообще сама мысль о том, что Христос был на земле, она была вытерта и, так сказать, вымота из-за мозгов людей. И вдруг оказывалось, что это могло быть, и что это интересно, и что эта фигура может что-то значить. Более того, я знаю людей, которые пришли к вере, читая потешную Библию. Был такой чешский карикатурист, я его не помню. Он брал какую-то маленькую цитатку из Священного Писания и рисовал на эту тему карикатуру. И вот люди гонялись за этой книжкой и покупали ее для того, чтобы вот эти цитаты из Священного Писания все-таки были у них дома хоть в каком-то виде. Понимаете? Да, сам Федор Михайлович, он известно, что Евангелие была его самой главной книгой, поля его Евангелия в музее исписаны. Он очень, кстати, любил наш храм. Его дядя, муж его тети, точнее, Александр Кумани, был нашим старостой. Он бывал в нашем храме, молился после приступов эпилептических. У нас храм исцеления расслаблено. Он приезжал в Москву, ему надо было приехать для этого. Получается, если оно и было, то вроде как пока закончилось противостояние литературы и церкви. Ой, и литературы и религии. А вот интересно, вы сказали, понимаете, это не одно и то же. Например, поэт Быков, известный всем нам, это человек, который очень сложно относится к церкви, как мы знаем, да. А стихи о Христе у него прекрасные. Например, я считаю, что его стихи о воскресении Христовом, его стихотворение лет шесть или семь назад написано. Это вообще лучшее, что написано о воскресении Христовом. Я за эти тихи ему готов все простить, вообще, честно говоря. Яна, когда вы читаете книги как издатель, вы на них смотрите все-таки с издательской точки зрения в первую очередь или как читатель? Какой коварный вопрос. Но на самом деле, действительно, Алексей, трудно, признаюсь, избавиться от вот этого профессиональной деформации. Потому что, конечно, я, читая книги, и огромное количество выходит замечательных книг. Я, наверное, у меня даже есть такой какой-то, знаете, полочка внутри моего сознания, книги, которые могли бы выйти у нас. И огромное количество литературы подростковой, там, в издательстве «Самокат», например, я читаю ее вместе с своими детьми, они отвечают на современные вопросы, которые, пожалуй, православная литература пока не на все эти вопросы может ответить. Вообще говоря о современной литературе, я хочу сказать, что я считаю, что мы живем в эпоху замечательных, великолепных авторов. И когда вы просите выделить любимых, у вас был эфир с одним из, мне кажется, современных классиков поэтом Дмитрием Воденниковым. И таких авторов я могу назвать из современной литературы художественной, массу, в религиозной. Да, тоже есть какие-то любимые авторы. Мы, наверное, отдельно поговорим о книгах отца Федора Бородина, потому что они стали бесселлерами в нашем издательстве, и это целая линейка и для взрослых, и для детей. Но много и других авторов. Это, допустим, архимандрит Савва Мажука. Совершенно потрясающий теолог и богослов. Отец Федоровна наверняка его знает. Да, из Гомеля. Может быть, даже... Священник из Гомеля. Да, белорусский. Может быть, и вы, Алексей, уже слышали это имя. Первый раз пока, но я посмотрю с удовольствием. Да, что касается имён, ну, пожалуй, знаете, я стараюсь не пропускать все книги, которые издаются в редакции Елены Шубиной. Не хватает времени на них. Но вот на ближайшей ярмарке нон-фикшн уже стоят у меня в списке книг новая книга Андрея Рубанова «Человек из красного дерева». И она как раз затрагивает вопросы веры. Да и, возвращаясь к прошлому вашему вопросу, да, полностью согласна с отцом Фёдором, что вся русская классическая литература христосцентрична, но и среди современных авторов мы видим огромное количество примеров, когда люди обращаются к этим темам. Например, два замечательных автора. Это Захар Прилепин с его обителью или Евгений Водолазкин с авиатором, которые раскрывают тему... Ну и Лавр, прежде всего. Вообще у Лавр, но я сейчас хотела бы акцентировать как раз на... Вы затронули идею богоборчества советской эпохи, и вот это как раз рефлексия на тему 100-летней давности, которая становится, мне кажется, сейчас с каждым днем все более актуальной. Какая? Тема запретов, каких-то политических гонений, и мне кажется, что это реальность наших дней. Отец Федор, вы настоятель храма на Моросейке, и я узнал, что у вас 8 детей, это правда? Да. И вы в прошлом десантник. Он служил в армии, я как раз, да. Вот вы как успеваете писать книги на духовные и жизненные темы с 8 детьми и с храмом? Вы знаете, это произошло благодаря издательству «Никея», потому что первая книга была надиктована. Замечательный редактор Татьяна Коршунова поехала с нами в наш летний приходской лагерь. И вот мы с ней говорили там, она туда с дочкой своей поехала, она стала нашей прихожанкой. Даже мой сын женился на ее старшей дочери, в результате, да, так вот все сложилось. Мой старший сын, да. И мы говорили о воспитании детей, и вот она приезжала, записывала. Потом она набирала текст, а я уже над ним сидел и правил, или работал. Так что вот это было так. У меня, конечно, не было бы возможности сидеть и писать. Я бы, точнее, не так, я бы на это не дерзнул. Я не считаю себя человеком, не считал себя и не считаю. А для чего вы начали это делать, вообще писать? Я понимаю, что издательство, может быть, попросило, или... Но это же должно было совпасть с каким-то внутренним желанием. Вы знаете, первая книжка, ее у нас сегодня с собой нет, она называется «Сотвори любовь» о воспитании детей. Просто это очень такая близкая мне тема в связи с моей многодетностью, в связи с тем, что у нас очень много многодетных семей в храме, и в связи с той болью, которую я постоянно испытываю, от того, что у нас большинство семей в стране рассыпается. Боль, которая осталась с моего теста, потому что я сын разведенных родителей, да, это было 40 лет назад, а до сих пор все болит. Поэтому я решился суммировать некий опыт им в свой маленький и в других семей нашего прихода, и отрицательный тоже, не только положительный. Я там стараюсь не выступать каким-то ментором, который все знает. Для того, чтобы, может быть, кого-то от чего-то остановить и поделиться даже не... Это не желание отругать того, кто неправ, как это часто бывает. Это желание показать какое-то, может быть, счастье хорошая семья. Понимаете, и какое-то богатство, и какая-то роскошь. Тогда вопрос. А разве Священное Писание не помогает или не должно помогать человеку вот все это понять? Безусловно. Для чего нужны еще книги? Ну, Священное Писание надо переводить. Вы знаете, можно надергать цитат из Евангелия, например, «Не мир я принес на землю, но меч», обрезать то, что дует, то, что после, и пойти громить соседа. Понимаете, вот. И так достаточно часто и делается, то есть вырывается из контекста. Во-вторых, все-таки нужен некий опыт. Понимаете, вот у каждого человека есть, в его семье, его детстве, есть опыт и положительный, и отрицательный. И вот уже в свете евангельского взгляда все это начинает сверкать и сиять, и становится понятно, почему вот это вот так хорошо, это так плохо. Вот, и как воплотить эти вот заповеди о любви, да, например, у апостола Павла есть любви и слова, он говорит, «Отцы, не раздражайте детей». Понимаете, казалось бы, да? Или в Евангелии слова, которые сказаны о том, что Христос пришел, дабы возвратить сердца отцов детям. Казалось бы, любая архаика – это передача опыта отцов детям. То есть надо правильно отформатировать сердца детей. А тут вернуть сердца отцов детям. Как это? Сейчас сердца отцов не с детьми, а не где-то еще. Это было сильно очень непонятно, долго, а сейчас понятно. Сейчас они не с детьми. А, сейчас они не с детьми. Сейчас они не с детьми, конечно. Они на стороне. Очень много поменялось в жизни. Я приведу вам пример. Вы знаете, я был 10 лет назад последний раз в Питере. Я побежал в Эрмитаж. И меня поразило, что это было рабочее время первого полного дня. Народу было не так много, но был полностью забит один зал. Это зал Рембрандта. К картине «Возвращение блудного сына» нельзя было подойти. Спины, спины. И пока разойдутся глядящие люди, надо было подождать 10 или 20 минут. Что-то в этой притче о возвращении блудного сына настолько задевает всех. О чем притча? Притча о том, что нормальный отец всегда любит сына и примет его в каком бы состоянии он ни возвращался и как бы он ни согрешил. И об этом всегда, с этой притчей я всегда начинал разговор о христианстве. И до меня огромное количество проповедников тоже. Больших, маленьких. А теперь я прихожу в класс, и я понимаю, что из сидячих здесь 30 детей хорошо, если двое-трое растут с родным отцом и понимают, что это такое. А остальным надо это переводить. Понимаете? Поэтому не то, что Священное Писание устарело, но очень многое из того, что там сказано, сейчас надо просто перевести или переживать и положить в клюв. Какой, на ваш взгляд, не хватает литературы в православном сегменте? Вот вы наверняка, как издатель, ее видите всю. Чего не хватает? Знаете, я хотела бы сказать, что самое главное, пожалуй, отличие Никеи в том, что мы стараемся издавать литературу как раз неназидательную. Как раз литературу, где люди делятся живым опытом. Вот как отец Федор в воспитании детей. И литература, которой не хватает, я думаю, что это литература для подростков. Не знаю, согласится ли со мной отец Федор, но на каждой книжной выставке к нам подходит обязательно несколько человек и спрашивают, а что почитать, что почитать нашим детям. И учитывая, что Никеи во многом доверяют уже, у нас мы существуем 12 лет, у нас существует свой круг читателей, мы, конечно, стараемся делать какие-то книги для подростков, которые говорят о вере, православный молитвослов, переведённый с американского, кстати, который говорит не только о проблемах веры, но и говорит с подростками об их насущных проблемах, отношениях с родителями, отношениях к миру. Это книжка замечательная отца Ильи Кокина, которая называется «Страх возводит стены, любовь...» Ой, и забыла. «Страх возводит стены, страх возводит стены, любовь...» По-моему, да? «Как-то красивее немножко, но надо же, наводит мосты». «Наводит мосты». Я понял, что от этого отталкиваясь, нужно разговаривать с подростками и о Боге, и о вере в том числе. И вот совсем недавно мы выпустили замечательную книгу известного проповедника митрополита Антония Сурожского. Она называется... «Бога нельзя выдумать». «Бога нельзя выдумать». Спасибо, отец Фёдор, совершенно верно. Я готова к презентации. Прекрасно, да. «Беседы с подростками». Ну вот вы знаете книгу изнутри. Я считаю, что такой литературы действительно не хватает, потому что мы все знаем, что в подростковый возраст, когда становятся вопросы, выборы, подростков называют «люди без кожи». Они не готовы к компромиссам. И им уже тесно в рамках какой-то церковной традиции. Они имеют такие вопросы, на которые не всегда мы, религиозные люди, готовы им ответить. И вот как раз такие книги, где говорится очень глубоко, очень открыто, из глубины своего личного опыта я думаю, необходимо сегодня. Я знаете, о чём подумал? У меня тоже подростки. У меня две дочери, им 16 лет. И я вот думаю, смотря какие-то лекции психологов, я не знаю, потому что про психологию тоже можем поговорить отдельно. Я понимаю, что это интересный вопрос. Но я понимаю, что мне, ну уже пора, и мы иногда что-то об этом говорим. но вот поговорить с ними на тему того, что происходит после того, как ты влюбился и встретился с человеком, там, я не знаю, женился или не женился, но вот на тему секса. По-моему, православная литература вообще никак с этим не работает или никак это не объясняет, чего делать, как к этому относиться. Почему? Нет. Не должна? Или я не знаю просто? Выходили книги. Вы знаете, действительно, подросток это человек как оголённый нерв, и вот этот его бунт, источник которого законен, да, желание жить своей отдельной жизнью, который пока проявляется в болезненных, уродливых формах и может слишком много разрушить. Вот. Он требует нескольких вещей, которые тяжелы и которые мы плохо умеем. Во-первых, если литература православная, это не значит, что она интересная. Во-вторых, подростки требуют абсолютной искренности. А абсолютная искренность это, конечно, очень мощное оружие. Она, так сказать, опрокидывает большинство преград между сердцем и сердцем. Но это режим, в котором очень трудно жить. Понимаете? И автору, вот Владыка Антония, упомянутый сегодня уже, он как раз известен вот этой своей какой-то невероятной искренностью. Но это трудно, это тяжело, это сложно. Понимаете? Под искренностью открываешь свое сердце, ты принимаешь туда человека, он может туда плюнуть или посмеяться на табу или что-то еще. Вот поэтому, может быть, литературу нужна очень такая, какая-то, ну, скажем так, сердечная, понимаете? Вот сердечная, чистая, написанная чистым, глубоким, хорошим человеком. Я вам приведу такой пример интересный. Мне кажется, вы мне на предыдущий вопрос отвечаете. Какой не хватает литературы, да? Да, потому что, я же тоже подростки. Да, да, да. То, что касается вашего вопроса, у церкви настолько высокое представление о любви, в том числе о супружеской любви, что церковь не может рассматривать человека по отдельности. Нельзя любить душу эту женщину, а тело той женщины, понимаете, для церкви. Человек целен. Он состоит из двух миров, из духовного и из телесного. Мое тело это моя личность тоже. Это не то, что надо сбросить и это навсегда растворится там в земле. Поэтому отдельно говорить о телесной любви искренне, глубоко, очень сложно. Очень сложно, тем более, что говорить об этом, ну, простите за такие приземленные вещи, рассматривать это как, так сказать, технически, это сделают лучше профессионалы. Поэтому мы говорим обычно о смысле брака и о целомудрии. Потому что, если ты хочешь, чтобы твоя семья сохранилась и ты был счастлив, ты должен хранить верность своей жене и до брака, и во время брака, понимаете. И вот тогда ты сможешь подняться на этот Эверест. Для того, чтобы подняться на Эверест, нужно очень во многом себя отказывать. Нельзя лежать на диване месяцами, пить пиво там, да. Надо заниматься спортом, надо тренироваться, значит, туда не взойдешь. Знаете, мне кажется, что у нас наконец-то началась та самая пресловутая литературная дуэль. Потому что мне здесь уже есть немножечко о чем поспорить. Мне кажется, что оба подхода верны. Потому что, с одной стороны, есть такой подход целомудренный, который проповедует отец Федор. То есть, давать ребенку только лучшие образцы и о чем-то умалчивать. Умалчивать, показывая высокий ориентир. Но есть и другой подход. Более, с одной стороны, может быть, утилитарный, но мы живем в век нонфикшн. И современные подростки, они уже немножечко привыкли по-другому действительно черпать информацию. Если у них есть какой-то вопрос, конкретный запрос, они не всегда готовы обратиться к какому-то большому классическому литературному произведению и сделать этот вывод. И в той самой книге, название которой я, к счастью, вспомнила, «Страх возводит стены, любовь рушит мосты», отец Илья Кокин, он дает ссылочку, говоря о разрушении, которое несет человеческой душе беспорядочная жизнь, беспорядочная половая жизнь. Он дает ссылку на клип современного исполнителя, называется произведение «Second-Hand Lothers». То есть любовь такой любовь «Second-Hand». Вторичная. Вторичная любовь. А, БУ. Бывшее употребление. Бывшее употребление. Спасибо, да, совершенно верно. И там в самом этом клипе показано, как разрушается естество человеческое, как отравляется его душа. Это очень наглядно и очень понятно для подростка. Другой наш автор, отец Алексей Уминский, я была редактором книги, которая называлась «Подросток в семье и церкви». И этой теме сексуального воспитания он уделяет целую главу. То есть я считаю, что здесь возможны разные подходы. А продолжая тему того, как говорить о нравственных принципах в религиозных и можно ли назвать на самом деле религиозной литературой, например, «Хроники Нарнии» или «Волстелина колец», с моей точки зрения, да. Потому что и может быть здесь как раз у нас какое-то с отцом Фёдором возникнет полное согласие. Полное согласие. Полное согласие. Полное согласие. Полное согласие. Или не согласие, потому что, на мой взгляд, замечательное религиозное произведение, которое прошумело на весь мир, это «Гарри Поттер» и «Джоан Роллинг». ведь там на самом деле во многом говорится о... Она христоцентрична, эта повесть. А можете расшифровать? Потому что для меня вот это не очевидно. Я не понимаю, что это «Гарри Поттер» религиозное произведение. С одной стороны, с одной стороны, это меня как православного книгоиздателя могут сейчас осветстать. Там палочки волшебные, какие-то гоблины. Конечно, она вся на сквозь пронизана магией. Но, казалось бы, о, Боже, разве можно православному ребёнку всё это читать? А с другой стороны, ведь она говорит о главных христианских принципах. Эта книга вообще о победе, любви над смертью. И вот этот вот принцип, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя, он красной нитью проходит через всё это произведение. И вообще, вот, мы начинали разговор с противопоставлением религии и литературы, но на самом деле и сам Христос в своих притчах, он ведь говорил с людьми через, с одной стороны, простые очень понятия, он разговаривал рассказывал о пшенице, о горчичном семени, о том, что есть в обычной жизни, но при этом он говорил людям о законах небесного царства. И мне кажется, что этот подход, он очень верный в отношении подростков в том числе, потому что дело не в завуалированности, а дело в том, что молодому, юному сердцу важно это донести еще и в увлекательной форме. И не обязательно напрямую говорить о религии и православных постулатах. Поддерживая свою мысль, мы в этом году затеяли целую серию подросткового фэнтези, где нет ни одного слова о религии, там не употребляются слова церковь, Христос, православие, но они абсолютно точно о Боге и о Христе. Вопрос, Федор, к вам. Вот мы говорим про то, что понимать Библию сложно, и вырываются из контекста какие-то вещи, и вообще читать ее не так уж и просто. Нужно быть подготовленным человеком, чтобы ее читать. А не было ли у вас мысли переписать ее, ну или объяснить ее понятно, вот именно эти тексты? Ну вот лежит книжка, это как раз попытка объяснить притчи Христова современному подростку, скажем так. Это достаточно простой разговор о том, как эти притчи преломляются в современной жизни. Родилась она из бесед в том же самом лагере, вот к нам поехал редактор, она услышала разговоры после вечерней молитвы о притчах и приключенческие сказки перед ужином, которые я рассказывал детям в лагере. Вот отсюда родилась. Вот эта книжка еще одна приключение будущего богатырей она называется. Вот я вот так вот потрудился. Да, надо переводить, надо объяснять. Конечно, бывают такие люди, которые уже подготовлены, скажем, это не какой-то интеллектуальная готовность, это сердечная готовность. Человек услышал Евангелие, небольшой текст, и это легло в его душу так, что он стал верующим. Тогда вопрос, если вся литература написана на полях Евангелия христианская, то с течением времени мы по закону сломанного телефона по идее должны уходить от истинного понимания того, что написано в Библии, это происходит или нет? не совсем так. Вы знаете, все-таки притчи, а Христос очень часто говорил притчами, или простые понятные заповеди, которые он говорил, они, в общем-то, на все века одни и те же. Другое дело, что контекст, восстановление контекста, допустим, достижения археологии, текстологии, ветхой, новозаветной, они помогают расширить и понять глубже и многообразнее. Больше смыслов уловить из того, что говорил Христос. Можете какой-то пример привести, о чем вы говорите? Что, может быть, поменялось в вашем понимании после того, как вы прочитали что-то из новых открытий археологических? Например, удобнее верблюду пройти сквозь угольное ушко, чем богатому отец Царства Божия. При раскопках в Иерусалиме стены времен Иисуса Христа вот эта маленькая такая штучка, куда можно было одну пропавшую овцу или там взрослому человеку, еле-еле согнувшись, попасть, чтобы не открывать большие ворота. Такая ниша, не ниша, а арочка в стене, дырочка. И вот, понятное дело, что надо много сильных мужиков, чтобы протянуть через нее верблюда. Это возможно. Да, но до этого мы все думали о том, что это игольное ушко по-настоящему. Вот такие какие-то богатства смыслов рождаются. А что это меняет? Вот что это меняет в этой цитате, в понимании ее? Ну, то, что все-таки это возможно, потому что так верблюда через это ушко не протащишь. Вообще. Согласен. Мы говорили про сложное время пандемии и вот этот год или полтора года уже сколько это длится. И я помню, как вначале реагировала церковь на это. И говорили про поветрие, что оно пройдет и что, может быть, не надо нервничать. Или, по крайней мере, я так уловил. Есть ли понимание сейчас, что это отношение было неправильным или вообще, чем оно было продиктовано? Почему вот так было? Почему не сказали сразу да, опасно? Ну, в церкви нет экспертов, вирусологов, эпидемиологов. Надо сказать, что даже... Простите, что я вас за всю церковь прошу ответить. Нет, я, конечно, не могу отвечать за всю церковь, но я хочу сказать, что нет у нас вирусологов. Если экспертное сообщество даже на уровне консультации правительств стран не приходило к одному мнению, если звучали самые разные мнения, ты читаешь статью одного академика, он говорит одно, и ты ему доверяешь, потому что вот его все регалии, да, и потом статья другого академика из соседнего института, который говорит все совершенно по-другому. Поэтому, конечно, все были в растерянности, и церковь тоже, но мне кажется, что как раз патриарх очень быстро и сенот очень быстро поняли, как надо действовать, скрипя сердце, с очень большой болью были закрыты храмы, были предприняты определенные меры санитарные, и мы это все выполняем. Как раз здесь святейший поступил очень мудро, несмотря на очень сильное сопротивление части внутри церковного сообщества. на самом деле я задал все вопросы, которые я хотел вам задать. Не знаю, разобрались ли мы с противостоянием литературы и религии, но вроде поняли, что его нет. Но мне кажется, мы затронули важные вопросы, пусть совсем чуть-чуть, где-то может быть покасательный. В финале нашей дуэли я попрошу вас по одной, может быть, строчке или одной фразе, чем вы хотели завершить программу, и это будет напрямую к зрителю от вас в финале нашей дуэли. Может быть, какое-то пожелание, какая-то мысль, которая вам пришла в течение программы, которую вы хотели оставить? Если позвольте, я начну. Мне очень хотелось бы донести очень важную, на мой взгляд, мысль о том, что современное религиозное книгоиздание, хотя оно и зиждется на основах традиций, при этом оно абсолютно открыто миру, и мы хотим донести огонь и не пепел, и мы не боимся сложных вопросов, мы готовы обсуждать белые пятна в церковной истории, мы готовы говорить о сложности современной религиозной жизни, и, главное, мы готовы к сомнениям, потому что на самом деле вера не противоположна сомнению, сомнению, вере противоположно равнодушие и какая-то духовная леность, и я вижу задачу нашего издательства Никея в том, чтобы не отгораживаться церковным забором от современного общества, и не только делиться своим опытом веры, но и учиться у других людей, каким бы религиозным конфессиям они не принадлежали, если эти люди живут по евангельским принципам, то они нам интересны. А я хотел бы сказать о том, что литература это не обязательно изданная книга, литература может остаться навсегда устной, если это рассказ родителя ребенку, и литература в таком своем виде она является мощнейшим инструментом воспитания ребенка и построения сердечной связи с ним. Я хочу об этом засвидетельствовать, потому что мой отец нам рассказывал сказки в детстве, это называлось «Небылицы», это было много, долго, по много серий, и это то, что я запомнил на всю жизнь, и то, что я в течение 20 лет рассказывал своим детям. Суть этого процесса в том, что вы берете главных героев возраста ваших детей, чуть постарше, и вводите их в какой-то исторический контекст, допустим, в Варфоломиевскую ночь, князю Владимиру, в крестовый поход, завоевание конкистадоров, вы там наматываете процесс приключений какой-то, и ставите героев в сложную нравственность, необходимость выбирать. И таким образом вы рассказываете детям интересное, опосредованное о христианской нравственности, о жизненных ситуациях, о предательстве, о любви и прочем. И тогда, когда ваши дети войдут в переходный возраст, и после него сердечная глубокая связь с ними не разорвется. Она зиждется на том, что ребенок никогда не забудет, что он лично был вам интересен, и вы рассказывали ему не о том, что нельзя ковыряться в носу и переходить улицу на красный свет, а рассказывали ему то, что было для него важное и интересное. Поэтому вы будете ему дороги. Поэтому это немножко не о бумажной литературе, но это о том, что если будет много таких людей, то может быть из этого будут рождаться какие-то шедевры тоже. Рассказывайте детям истории. Это была литературная дуэль. Увидимся скоро.